Всем друзья привет! Сегодня я хочу вам рассказать о колясочке от бренда Moon. Moon немецкий бренд, кто-то не помнит. Моделька у нас называется Click. Сейчас она есть в ассортименте сети магазина First Buggy, первая коляска. И моделька действительно очень-очень достойная. И перед тем, как я начну вам рассказывать про эту коляску, небольшое отступление в мое личное мнение вообще о бренде Moon в целом. Если вы смотрели обзоры мои на другие коляски от этого бренда, то наверняка заметили, что я достаточно тепло отзываюсь о бренде. И не просто так, друзья. Потому что если вы ищете коляску без понтов, скажем так, но в то же время вы очень требовательные клиенты, хотите получить качественный продукт, который закроет 99% ваших задач, вы получите хорошее качество, хорошую комплектацию, хорошую проходимость, хороший функционал, просто шикарную надежность. Бренд, кстати, дает гарантию на свою продукцию на 3 года. Это практически на весь срок ее эксплуатации. Поэтому, наверное, один из лучших брендов сейчас по цене и качеству, друзья. Ну, как и был всегда, в принципе. Если вам не нравится дизайн польских колясок, он далеко не всем нравится. Хотя, в принципе, хорошие коляски тоже. А хотите что-то такое немецкое и тому подобное, то Moon очень хорошее предложение, друзья. Так что вот мое было вступление, друзья. Давайте с вами ее изучим. Собственно, перед обзором маленькие вводные пазовые технические характеристики, друзья. Клик-модель, напомню, называется. Комплектацию будем с вами смотреть. Два в одном. Цвет, который сейчас вы видите, он называется Moss Green Melange. Такой зеленый, хаки. Этот цвет сейчас очень популярный. Как и в прошлом году, он был один из самых популярных. Если вы зайдете в магазин First Buggy в Санкт-Петербурге, по крайней мере, где я сейчас нахожусь, как минимум через одну, через две коляски будет стоять что-то такое зеленое. Это говорит о том, что цвет мега популярный. Вот. Огромный плюс коляски Клик в том, что это полноразмерная вседорожная коляска, которая на любое время года подходит очень хорошо. Она вместительная, большая. Но весит, друзья, она меньше 10 килограмм. 9,9 килограмма. А с прогулочным блоком, к нему мы подойдем, соответственно, она весит еще меньше. 9,5 килограмм. Это меньше, чем какая-то прогулка, полноразмерная книжечка. Просто прогулочная коляска, без дополнительных блоков. Естественно, она не будет реверсивным блоком. Поэтому, ну, очень круто. Кстати, здесь в прогулочном блоке 105 на 170 градусов у нас регулировка наклона спинки. Это очень крутой показатель. Здесь автобусная посадка даже есть. Почти, почти 90 градусов, друзья. И многие родители любят, когда именно такая посадка. Поэтому вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Коляску можно эксплуатировать до 4-5 лет. Ну, в принципе, не важно, сколько лет. Дальше 3, я думаю, большого смысла нет ее эксплуатировать. Она выдерживает 22 килограмма ребенка. Вот это максимальный порог, который вы дальше не переступаете. Потому что максимальную нагрузку, которая спокойно, гарантированно она выдерживает, это 22 килограмма, друзья. Кстати, ширина колесной базы 62 сантиметра. И очень здорово, что именно 62, потому что такой есть стандарт. Особенно старые какие-то блочные дома. Вот эти лифты старенькие. Там 63 сантиметра. Вот она зайдет 63 сантиметра. Прям вот притык, но она спокойно туда заходит. Если лифт, конечно, не развалился, уже двери не висят, там придется вручную раздвинуть. Но зато под стандартный лифт спокойно везде поместитесь. Кстати, размер люльки здесь просто очень большой. Сейчас увидим. 77 на 34. Хороший, полноразмерный такой размер. Даже в пуховом, меховом, флисовом конверте спокойно сюда ребенок помещается зимой. Сейчас зима, друзья, у нас. В комплекте, кстати, будет идти еще и адаптер для установки автолюльки. То есть, то бишь, автокресла сюда спокойно поставить. И Максикози, и Сайбекс. В короче говоря, там очень большая совместимость. Джойбренд тоже хорошее кресло у них. Вот. Можно будет установить, не докупая адаптеров. А между прочим, они где-то 2,5-3,5, иногда даже 5 тысяч рублей отдельно стоят. Вот, пожалуйста, коляска относительно недорогая, друзья. И вам еще адаптеры здесь дают. В принципе, мое почтение. Друзья, начинаем изучать сверху вниз. Друзья, ткань отличная. Всегда у Мун хорошая, приятная ткань тактильная. Меня вопросов никаких не вызывает. Она, естественно, с пропиточкой. Какое-то время в воду отталкивает. Но под проливным дождем и лютым снегом лучше используйте дождевик. Рано или поздно она промокнет. Есть у нас удобная ручка для транспортировки. Все в эко-коже. Ручка, эта ручка, бампер на прогулке. Все в классной эко-коже с прострочкой, мягенько. Прям все супер. На козырьке у нас есть секция, которая вот так вот дополнительно убирается. Ее даже можно отстегнуть. Есть еще вот такая вот секция. Чтобы регулировать козырек, внутри есть две кнопочки. Нажимаем. Все. Падает у нас козырек глубже. У нас здесь хорошая накидочка на ножки с хорошим бортиком. И ребенок у нас от непогоды хорошо закрыт. Но если вы эксплуатируете ее летом или где-нибудь в теплых местах, можно сделать и вот так тоже. Без проблем. Вот. Собственно, по козырьку ноль вопросов, друзья. Отличный козыречек. Так, что касается люльки. Вот наша накидочка. Она на замочке. Вот так вот откинули. Все здорово. И самое интересное, это вот этот вот матрасик, друзья. Он обит офигенно приятной тканью. Я не знаю, как этот материал называется, но его прям классно трогает. Прям вот классный материал. Матрасик классный, толстенький, мягенький. И обивка здесь, соответственно, тоже вся мягенькая. Все хорошо, друзья. В общем, к люльке у вас будет ноль претензий. Я не знаю, до чего вы здесь можете докопаться. Как по мне, за эти деньги это очень хорошее предложение. И давайте посмотрим, есть ли у этой люльки, друзья, ножки. Да, есть. Единственное, хотелось бы ножки, конечно, побольше. Но и на том спасибо, друзья. Я спокойно ставлю. И она не рвется, не царапается о пол, ничего. Так, смотрим на прогулочный блок. Прогулочный блок, друзья. Он реверсивный. Я могу и к родителям лицом поставить, и по ходу движения. В данном случае поставлю по ходу движения. И смотрите на вот те самые 105 градусов, друзья. Офигеть. Капитанская автобусная такая посадка. И очень высокая спинка. Очень высокий ребенок. Здесь будет спокойно помещаться. Пятиточные ремни, мягкие накладочки везде. Бампер у нас держит ребеночка. Откидывается в стороночку, как калиточка. Все здорово. Подножечко регулируемое. Тоже все хорошо. Единственное, я бы хотел здесь видеть какую-нибудь вставочку. Из-за кожи или прорезиненную. Ну что-нибудь, чтобы как-то легче было чистить. Здесь всегда будет грязная обувь, друзья. Поэтому, ну что есть, то есть. Что касается козырька. Козырек отличный. Давайте я сейчас 170 градусов вам покажу. Вот так вот. Все нормальненько. Ребеночек у нас тут лежит. Отлично. А если мы сидим. Вот смотрите, как он опускается. А если мы еще в ту самую позицию 105 градусов сделаем. Он у нас опускает внахлёст. Даже на бампер кладется. Есть смотровое окошечко на магнитике с москиточкой. Классика. Все хорошо. Так, друзья. Сумочка, кстати, здесь у нас тоже имеется. Вот такая вот маленькая классная сумочка. Честно, я не помню, что внутри. Давайте посмотрим с вами вместе. Оу, ничего себе. У нас идет вот такой классный маленький матрасик. Можно где-то в гостях в аэропорту, да где угодно пропеленать ребеночка. Привезти, как говорится, его в порядок. Все хорошо. И здесь, соответственно, кармашки разные, органайзеры. В общем, все здорово. Все, что нужно в сумочке, здесь все имеется. И хочу еще сразу показать вам. В комплекте идет вот такая вот классная накидочка на ножки. И она выполнена в виде такого конверта, где у нас еще и снизу. И сверху, соответственно, тоже закрывается. Все на замочке. Прорези для ремня. Вы, в конце концов, можете вверх отстегнуть, оставить низ и не снимать его с колясочки. Будет мягче. И плюс пачкаться будет матрасик. Вы его сняли, постирали отдельно и вернули обратно. Тоже очень-очень здорово, друзья. Так, давайте вот приблизительно прикину. Вы посмотрите, как это все выглядит. Давайте представим, что плохая погода. Все. Накрыли, тут бортик, тут козырек. В принципе, нормально даже в самую лютую зиму, как сейчас вот, жесть творится. Вот, можно спокойно себе ребеночка спрятать. Ему там будет хорошо. Вот такая вот есть, друзья, опция. Еще такой мягенький. Так, давайте теперь посмотрим на базу саму. Что касается, друзья, основания самой рамы. Ну, естественно, друзья, все металлическое. Все собрано нормально. Колеса у нас не надувные, просто резиновые. У них есть возможность вот так вот блокироваться. Причем очень хорошая система амортизации стоит. Прям вот мягенькая, приятная антишок. Вот, колеса снимаются с помощью одной кнопочки. Все легко и просто. Из того, что мне не очень нравится в этом багажнике, здесь, вот здесь бы бортик бы я еще сделал. Вот, вот я лично. И тогда было бы прям вообще отлично. Ну, вот как бы багажник все есть. Ну, если я там заезжаю куда-то, там что-то выкатится этот мячик, наверное, не знаю. В общем, по багажнику у меня вопросы. Но, в принципе, с этим можно жить. Сзади мы видим тоже амортизация. И причем мягенькая амортизация. Пружины такие толстые, но мягкие при этом. Колеса у нас тоже так же, естественно, снимаются. Все это одним движением. Друзья, обслуживайте коляску раз в два, в три месяца. Снимите колеса. Пролейте ВДшкой. Продуйте. Залейте силиконовой смазкой. И все. И вы не будете знать горе с коляской. Никогда. Так, что касается тормоза. Оба раза подошвой мы, соответственно, ставим на тормоз и снимаем. Это очень бережет нашу обувь. Так. И, собственно, теперь давайте сложим ее. Опрокидываем. Здесь у нас кнопочки. Опа. Раз. Ну и, собственно, друзья, вот такая вот история. Таким образом она у нас складывается. И, как я уже говорил, 9,5 килограмм вес вот этой всей конструкции. Это порой меньше, чем прогулки какие-то отдельные, книжечки, например. Те могут весить 11 килограмм. А это 9,5. При этом это такой лютый, хороший проходимец. Вездеход бы я его смело назвал этот вариант. Эту коляску. Вот, собственно, друзья, и все. Если вдруг что-то забыл, извините. Вроде всю информацию до вас донес. Вопросы, если у вас еще остались. Не стесняйтесь, пишите в комментариях. На все отвечу. Вот. Ну, а я уже свое мнение сказал вам в начале. Это огонь. Бренд надежный, хороший, который вот человек покупает. И мы смело понимаем, что он пошел и будет наслаждаться коляской. А не будет там по сервисам бегать, еще что-то. Нам звонить, что там с коляской ему делать. У него там что-то сломалось. Такого практически никогда не происходит. Поэтому рекомендую на 200%. Ну, покупать где вы знаете. First buggy. Ссылка внизу в описании. Вопросы есть, задавайте. И хорошего вам грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всем пока.